Всем привет! Я рада видеть вас на канале BTC Guru. Начался новый 2023 год, а это значит, что криптовалютный мир готовит для нас множество интересных проектов и токенов. В этом видео мы рассмотрим парочку новостей, а также поговорим, куда действительно стоит вкладываться. Приятного просмотра. А перед началом данного видео не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Новый год начался не с самых приятных новостей. За 10 первых дней, прошедших с начала года, криптокомпании заявили о сокращении уже более полторы тысячи человек. Так, 5 января криптобанк Silvergate Capital сообщил о сокращении 200 рабочих мест, то есть около 40% команды. В тот же день криптобиржа Huobi подтвердила, что сокращает численность персонала на 20%, около 240 человек из 1 200. 6 января генеральный директор NFT Marketplace SuperRare John Crane объявил, что компания сокращает штат на 30%, оставляя около 50 сотрудников из 70. 10 января генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сообщил, что криптобиржи сокращают около 19% команды, 950 человек. Сложно сказать, к чему приведет увольнение большого числа сотрудников, но, возможно, мы вскоре увидим новые интересные проекты, в команде которых будут крайне опытные и профессиональные работники. Пока большие компании увольняют своих сотрудников, маленькие проекты перехватывают их и становятся еще сильнее. Несмотря на это, криптовалюта всегда славилась своей неожиданностью в повышении спроса. Не проходит и дня без поиска новой интересной монеты, которая смогла выстрелить в ближайшее время. С одной из них я бы хотела поделиться с вами. Недавно я открыла для себя монету Grom. При условии, что данная монета находится на рынке уже третий год, она активно поддерживается сообществом и торгуется на трех биржах. Дело в том, что пока она никак не проявляет себя, но что-то мне подсказывает, что скоро ее ожидает большой рост. Есть информация, что планируется сделка с широко известным в узких кругах венчурным фондом. Я думаю, что вам стоит понаблюдать за этой монетой и быть наготове. Кто знает, чем Grom порадует нас через месяц. Ну а если вам тоже интересна данная монета, то пишите об этом в комментариях, и я запишу для вас полноценный обзор. Ну а закончим наше новостное видео приятной информацией. Владельцы криптовалюты Ripple получили токены Flare после двух лет ожидания в ходе airdrop в ночь с 9 на 10 января. Более 4,2 миллиардов FLR были распределены между держателями XRP, которые владели хотя бы одним токеном на декабрь 2020 года. Раздача происходила по принципу один к одному, то есть один FLR был начислен за каждый XRP. Вот это по-настоящему долгое ожидание, но я думаю, каждый из них рад, что не перестал следить за данной криптовалютой и получил свое. Не забывайте, что в моих социальных сетях вы найдете еще больше полезной информации и различных обзоров на криптовалютную тематику, поэтому подписывайтесь и будьте в курсе всех последних новостей вместе со мной. А на этом наше видео подходит к концу. Не забудьте следить за монетой Гром и писать свое мнение или пожелания в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok